В экспоцентре на Красной Пресне стартовала Российская неделя высоких технологий. В ее рамках проходит 30-я юбилейная международная выставка «Связь-2018». Это крупнейшее мероприятие в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, демонстрирующие тенденции развития и достижения в индустрии. Более 300 компаний из 18 стран мира, в том числе около 150 российских участников, представили свои стенды на 7 тысячах квадратных метров экспозиции. Международная выставка «Связь» – главное отраслевое мероприятие года, проходящее при господдержке. Я думаю, что здесь, в экспоцентре, сегодня собрались те люди, у которых слово с делом не расходится. Это те, кто действительно, реально занимается развитием высоких технологий, цифровой экономики и внедряет в нашу обыденную жизнь, так, чтобы людям жилось комфортнее и лучше. Традиционно, практически с момента своего основания, принимает участие в выставке компания «Газпром Космические системы». Наземная инфраструктура спутникового оператора расположена в городе Щелково. Здесь нас привлекает то, что мы общаемся как со своими клиентами, так и с коллегами, которые близки к нам по духу, с которыми мы обсуждаем развитие спутниковых телекоммуникаций. И традиционно мы ее не пропускаем. На стенде компания представила орбитальную группировку спутников «Ямал». Сегодня она имеет в своем составе 4 космических аппарата, ресурсами которых пользуются клиенты в более чем 100 странах мира. Транслируется порядка 250 телеканалов, предоставляется широкополосный доступ в интернет. В ближайшее время флот компании пополнится еще одним спутником – «Ямал-601». Он заменит на орбите одного из сторожилов и позволит развивать услуги в КАА-диапазоне. С вами планами руководство компании поделилось с почетными гостями выставки. В декабре месяц сегодня прибудет на Байкану. В планах у «Газпром» космические системы – строительство собственного сборочного производства космических аппаратов. Сейчас заканчивается этап проектирования. Мы надеемся, что буквально в мае наш генеральный подрядчик предоставит всю проекцию документации, которую мы дальше отправим на госэкспертизу. И до конца лета, начала осени, мы получим положительное разрешение. Такие планы у компании на ближайшее время. Из года в год стенд спутникового оператора приковывает внимание посетителей выставки. К следующей экспозиции, несомненно, будет о чем рассказать.